Почему Белоруссия, которая не повинна в этой трагедии, не повинна в этой трагедии, оказалась зертвой по существу, зертвой безлагерности на атомной станции, почему она должна нести все убытки и взять на себя все? Почему союзное правительство, почему министерство это не компенсирует ущерб, нанесенный нашим народом? Нет методики подсчета этого бедствия. И смотрите, существует порядок аварии по сбросу каких-то вот веществ в водный бассейн, но в больших количествах, то наш комитет имеет право насчитать ущерб, нанесенный природой, предъявить список этому предприятию. В прошлом году, когда была авария на Солигорском комбинате, когда были сбросаны сламы, мы предъявили иск почти на 30 тысяч рублей и изыскали. Нет методики подсчета этого ущерба, который можно было предъявить этому министерству. Сразу же снять надо было бы сламы, заготовки, производства продуктов и сельскохозяйства. И чего-то осталось на плечах республики. Это же имитарда, наверное. Вот говорят, с Нового года будет сделано. Ждал бы 4 года, чтобы это сделать. А что, нельзя было помочь нашей республике завозу чистых продуктов из других районов Советского Союза? Не понятно это отношение и по другим вопросам. Например, по решению чрезвычайной комиссии Союза СССР был создан так называемый Полевский экологический заповедник. Ведь заповедник должен включать в себя главным образом задачи, связанное с тем, чтобы сохранить редкие виды хлора и фауны. А что их есть сохранять, позвольте спросить. Какие виды редких животных и растений мы должны сохранять? Ну ладно, создали, навязали Госкомитету по охране природы республики взять его к себе, а дальше кто? Ведь этот заповедник, я полагаю, так должен сыграть большую роль в деле изучения всех процессов, которые будут происходить в естественном виде на этой территории. А ведь территория 142 тысячи гектаров. Плюс 77 тысяч лесов. Ну и что? Кто был в этом заповеднике, чтобы изучать процессы? Три года прошло. Это первое. Второе. Мы понимаем, что опасность от этого заповедника, это обселенная зона, опасность здесь очень большая в оснащении возможных пожаров. Пожары уже были. Леса заражены, причем степень высокая зараженность. При пожарах опять-таки возникает облако, которое распространяется опять вторично на территории этих районов. Госкомитет, вот бьется, чтобы нам дали противопожарную технику в этот заповедник. Глупо как там же. Ты как это понимать? Мы бьемся год уже, чтобы в этом заповеднике определить заработную плату работников. Обращаемся к союзным органам. Михаил Васильевич Ковалев подписал бумагу в комитет по трудосоциальным вопросам всем, чтобы решить, учитывая эти обстоятельства, решить вопрос в порядке сущения заработной платы. Нам отвечает ТСС Гладкий о том, что председатель комитета о том, что все заповедники страны имеют одинаковый тариф. Мы обращались в союзную комиссию, я лично звонил, спросил, поддержите нашу, бумагу забиваю в союзные органы. Никакой поддержки. Я считаю, что отношение союзных органов к этой зоне явно недостаточное. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok